Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. Впереди долгие зимние вечера, и, может, кому-то хочется сделать такую клумбу, такой цветник, который бы на протяжении многих-многих лет радовал, не увядал, с минимальными затратами, и туда пригодятся растения-долгожители. Даже если вы им не будете оказывать должный уход, они все равно будут радовать вас больше десяти лет. Так что вы оставите память своим потомкам, и, я думаю, еще и потомкам потомков. Пусть это будет топ-семи таких долгожителей. Конечно, на первом месте пион. Можно услышать легенды, что где-то в местах естественного произрастания, на Дальнем Востоке, в Японии, кусты пиона, особенно древовидного, могут жить даже и сто лет. Скажу вам, что 50 лет уже не диво, и у меня на участке растут кусты, особенно пион молочно-цветковый, больше 20 лет. За ним я сильно не смотрю, что розом перепадет, то и ему, и вполне себя очень даже хорошо чувствует. На удивление растают цветоносы высотой с меня, а я не маленькая. Второе растение – это хоста. Многочисленные сорта, но не стремитесь к новым сортам. Пусть это будут какие-то стабильные. Помните о том, что варигатные, то есть пестрые сорта надо высаживать желательно на солнечном участке, потому что в тени они потеряют свою красоту. Хоста на одном участке может расти на одном месте более 15 лет. 20 лет – тоже да, и 25 лет – да. Конечно, соцветий будет она меньше, но она будет занимать вот это вот пространство. Интересное растение из дикой флоры – купена. Оно даже является краснокнижником, но существуют некоторые даже сорта. Выделили типа сорта с некоторыми особенностями. Купена на одном месте будет расти 15 лет. И хоть цветение ее не такое уж и длинное, но красивые изогнутые побеги будут очень хорошо вписываться в наш многолетний цветник. Проезжая, ну, по крайней мере, по белорусским деревням, я замечала, что давно дома заброшены. Вот уже деревни 50 лет как не существует, но там растут лилейники. Лилейник – суперрастение. На одном месте растет более 20 лет. Конечно, современные сорта, которые такие вот все там из себя гофриированные, там полумахровые-махровые, они для этого не подойдут. Но традиционные стародавние сорта или где-то выкопанные у бабушки, они обеспечат вам непрерывное цветение. И чем хорош лилейник? Тем, что и после отцветания, и до цветения он прекрасно держит форму, такую вот архитектуру, весь из себя такой оформленный, красивый, с бодрой всегда листвой. Красивая будет доминанта, и всегда будет привлекать внимание. Лилия мартагон называется, с необычными цветочками, закрученными лепесточками, такой немножко сдержанной окраской. Хотела сказать, что она такая депрессивная, но нет, она все-таки веселенькая. Бадан. Бадан, кроме того, что он декоративный, он еще и лекарственный. Хорош ирис сибирский. Ирис сибирский, постепенно нарастая, образует такую крупную куртину. Да, цветение будет уменьшаться, но если периодически подрезать, таким образом омолаживать, то он будет ежегодно восставать из пепла и давать красивые синие и различных оттенков синего цветы. Ирис на одном месте может расти 20 и более лет. Ну, это вот у нас получился топ-семерочка таких многолетников. И если вы обратите внимание, что они будут отличаться и по окраске, и по срокам цветения. Кто-то будет цвести небольшой период времени, а кто-то будет более длительный. Но я хочу, вот просто не могу удержаться, дать вам еще один топ. Уже чуть поменьше топ-пятерочку. И более такую динамичную, веселую. Очень классное растение – это бузульник. Срок его цветения – конец, середина августа, ближе к осени. С красивыми, такими насыщенными, как будто бы с подсветкой, соцветиями, которые будут заполнять пространство и очень украшать участок. Бузульник на одном месте тоже живет около 20 лет и чувствует себя при этом замечательно. Ирис болотный. Ирис болотный, хоть считается, что в природе он приурочен к влажным местам, но если вы лишний раз ему кружечку водички подадите, то он будет замечательно расти в любом месте. И надо будет, главное, следить за тем, чтобы срезать его соплодие. Потому что очень уж он агрессивно рассевается. И потом просто их невозможно выдрать из почвы эти насеявшиеся растения молодые. У них просто как проволока, так и листья. Ирис болотный имеет сочную окраску. Листья всегда стройные, мечевидные, слегка изогнутые. Очень подойдет и к водоему, и не только к водоему, а к каким-то местам парадным, потому что очень долго и хорошо сохраняет зелень. И уходит в зиму он практически зеленым. Волжанка. Некоторые боятся ее сажать, потому что она вот такая все-таки раскидистая, рыхлый куст у нее. Но если достаточно места, или надо что-то в качестве, может быть, даже забора посадить, то волжанка самое то растение, и к тому же живет она на одном месте тоже больше 20 лет. Омолаживать можно, отрезая по кусочку и раздавая друзьям и соседям. Флокс метельчатый. Ну, кажется, что вот такое что-то нежное и иногда болеющее этой мучнистой росой. Но на самом деле на одном месте тоже растет 10 и больше лет. А если вот так вот его немножко омолаживать, то он будет расти 20 лет. Ну, подкармливать, конечно, не забывать. И вот к этому топу, вдогоночку, такая вот уже завершая пятерочку, различного вида барвинки. Барвинок большой, барвинок малый, с красивыми голубыми цветками. И еще хочу сказать. Это вот были такие 5 и 7, такие настоящие долгожители, которые больше 20 лет на одном месте живут. Вот для более теплого региона или для того, кто хочет все-таки повозиться и насладиться при этом, и как-то вот использовать, чтобы этот цветник был таким утилитарным, то я порекомендую такой ароматный цветник, где будет лаванда, которая на одном месте живет очень долго. В местах естественного произрастания она живет и 50 лет. С минимальным укрытием она даже в средней полосе может жить на одном месте 20 лет однозначно. Очень интересное душистое растение, ну, просто вот такое красивое, веселое, с сизой листвой, перовские, насыщенные фиолетовые мелкие цветочки. Если потереть, такой аромат уникальный распространяется от нее. Шалфей, хоть он не такой уж и многолетник, там, чтобы вот 20 лет, но постепенно омолаживая, и даже он прекрасно дает самосевку, если позволить вызреть, он насыпется при легком укрытии, как и лаванда, он будет на одном месте жить порядка 10 лет. Не совсем травянистое растение, но такой травянистый полукустарничек, лобчатка, тоже растение вообще неубиваемое, она вечно зеленая, сохраняет свою листву, желтые цветочки, ее еще называют курильский чай, поэтому можно употреблять ее, заготавливать пищу. И сюда уже, чтобы как-то немножко разнообразить и тоже потом использовать пищу, различные луки, которые на одном месте тоже могут жить очень долго, они сами там внутри размножаются, лук скорода, например, прекрасная зелень, красивые фиолетовые лиловые соцветия. Ну вот, пища для размышлений вам закинута, называется «Вари горшочек, зима впереди». Всего вам хорошего, до новых встреч, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok